Людская молва в фольклорном формате о синоптиках отзывается немилосердно. Любой незахваченный во время неспрогнозированного дождя зонт становится поводом еще раз позлословить о методах работы метеорологов. Но на самом деле свою работу инженеры-синоптики всегда выполняли старательно, но методы и техника устаревали и не могли предоставлять людям максимально точный прогноз. С введением в эксплуатацию доплеровского метеорологического радиолокатора возле Гродно эта ситуация изменится. Теперь гарантия точности прогнозов погоды стопроцентная. С 2017 года такие объекты появились во всех крупных областных центрах, кроме Могилева. Возводятся они в рамках реализации так называемых дорожных карт. Планы мероприятий по повышению качества прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу в 2018-2020 годах. Гродно – предпоследний город, в котором появился такой радиолокатор. А когда вся территория страны будет покрыта единым радиолокационным полем, это позволит увеличить из-за благовременности и точность штормовых предупреждений и опасных метеорологических явлений. На сегодняшний день, в текущем году, в году завершающемся, пятилетки и нашей дорожной карты по модернизации биогидромета, мы построим еще один локатор в городе Бресте. Мы построим еще семь метеорологических станций, завершим модернизацию коммуникационных сетей, обновим компьютерную технику, ну а с кадрами будем работать и дальше. Такой радиолокатор работает автономно с минимальным человеческим участием. Располагается он недалеко от Гродненского аэропорта. Одна из его основных функций – обеспечение безопасности полетов. А это, в свою очередь, напрямую зависит от точности прогноза. Основное его предназначение, конечно, это определение интенсивных зон осадков, града, гроз, интенсивная облачность. Учитывая, что мы находимся на границе Запада, то мы сами знаем, что основные явления погоды нам все-таки приносятся с Балтики, с моря. То есть, учитывая наш локатор, позволит уже на подступах даже к нашим границам зафиксировать какие-то явления, те же грозу, град, неблагоприятные опасные метеорологические явления. И более, скажем так, заблаговременно подавать предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды. Стоимость строительства доплеровского метеорологического радиолокатора составила более 4 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме того, его возведение проводилось в период непростой коронавирусной обстановки и закрытых границ. Ну а помогали устанавливать его российские специалисты. Однако, несмотря на все сложности, теперь в Гродно есть современный высокоточный радиолокатор с радиусом действия в 250 километров и площадью покрытия порядка 200 тысяч квадратных метров. И пусть это не огромный объект по инвестициям, по созданию рабочих мест, но это очень важный для нашей страны, для гидрометеорологической службы объект. И ведь экономика, и в целом люди, и жизнь, и здоровье мы видим сегодня в мире, что происходит в природе, зависит от своевременного и качественного прогнозирования погоды.